Сегодня в районе Бранденбургских ворот было не протолкнуться задолго до запланированного на 14 часов начала митинга. Люди заполнили пространство с обеих сторон от ворот, как здесь, со стороны Тергартена, так и с другой стороны, на Унтерден-Линден. По оценкам организаторов, на акцию вышли около 25 тысяч человек. Полиция в своих оценках была консервативнее и насчитала 10 тысяч. Точно определить численность невозможно из-за перекрытий и обычных берлинцев и туристов, которые оказались здесь случайно. Участники акции приносили флаги, транспаранты и другую атрибутику в поддержку Израиля. Вот что перед началом митинга рассказали участники акции о том, почему они пришли сюда сегодня. Это не простой вопрос. Давайте скажу так. Сегодня я здесь, потому что я за мир. Я пришел из солидарности с Израилем. У меня там куча друзей. Мы поддерживаем Израиль и осуждаем террористов. Это во-первых. А во-вторых, почему нет? А сейчас особенно правильный момент, чтобы заявить свою позицию. Честно говоря, я не планировал ничего такого заранее, просто гулял мимо и заинтересовался, потому что времена сейчас у нас и правда тяжелые. Организаторами выступило немецко-израильское общество совместно с целым рядом общественных и политических организаций. Но партийной символики не было. Людей объединила общая тема неприятия жестокого нападения. Хамас на Израиль. Официальный девиз акции «Вместе против террора, ненависти и антисемитизма» в солидарности и сострадании с Израилем. Участники акции призывали помочь властям этого государства. Среди них были в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также родственники некоторых из заложников Хамас. По последним данным, пропавшими без вести там числится семер граждан ФРГ. Одновременно на соседней Потсдамской площади была заявлена пропалестинская контракция, но ее в итоге запретили из-за антисемитской риторики и призывов к насилию. Напомню, что за прошедшие с 7 октября дни в Берлине в ходе подобных акций уже были ранены десятки полицейских. Это был наш корреспондент Андрей Шашков с митинга о солидарности с Израилем у Бранденбургских ворот. В студии ко мне присоединяется историк Ксения Кример. Обсудим с ней и митинг, и отношения немецкого общества к войне в Израиле. Ксения, здравствуйте. Добрый вечер. А вы тоже были на митинге? Я была на митинге, да. Я только что с него вернулась. Мне было очень важно пойти и увидеть эту солидарность, и просто быть среди людей, которые тоже переживают это как ужасную трагедию. И хотят, чтобы в теле города, чтобы в теле Берлина эта трагедия была все-таки тоже видна, и солидарность с израильтянами и с Израилем была тоже заметна. Потому что, мне кажется, этого сейчас недостаточно, по моим ощущениям. Меньше людей, чем в 22-м году на митинг в поддержку Украины? Намного меньше, да, и гораздо меньше флагов. Я сейчас не хочу из этого делать какое-то соревнование. Мне кажется, очень важно, что в Берлине очень много украинских флагов. Сейчас, мне кажется, к сожалению, меньше. Но мне кажется, поддержка и солидарность должны иметь такую физическую форму. Когда вы идете по городу, я этим летом была в нескольких городах, и в том числе в городах, в которых нет вообще украинских флагов. И это очень неприятно. Потому что, например, я была в Вильнюсе, там все во флагах и в лозунгах солидарности. И это очень приятно. Это чувствуется, я думаю, и украинцами, и людьми, как я, которые выступают против войны. В Берлине, конечно, гораздо меньше израильских флагов. И более того, когда мы повесили свой флаг с балкона, нам написали в Фейсбуке, как вы не боитесь, это такая смелость. И меня это, честно говоря, поразило. Почему это смелость? Почему нужно опасаться того, чтобы с израильским флагом, как я сегодня, пройти по городу? Почему так? Потому что есть большое количество антисемитских инцидентов. Мы видим, что в Берлине больше 70, кажется, по всей Германии около 200. И я слышу вокруг себя голоса израильтян, голоса евреев, которые на митинге, были даже плакаты, которые именно так это формулируют, что люди никогда не чувствовали себя так небезопасно и так тревожно в Германии, как сегодня. Потому что мы видели инциденты из Нойкиольна, когда люди раздавали праздничную пахлаву 7 октября, когда то, что для меня и то, что для моих друзей в Израиле, для многих моих друзей здесь трагедия, ужас и просто непредставимый кошмар, это для другой части общества повод или праздновать открыто, или вот увлекаться этой риторикой. Я аба, да, да, но. Да, Хамас что-то перестарался. Не все так однозначно. Да, но Израиль сам виноват. Я это, к сожалению, вижу вокруг себя. Ксения, а кто эти люди? Вот насколько мы можем их представить? Это кто они? Ну, вы знаете, я не могу на себя брать смелость, какой-то социологический анализ давать. Я меньше двух лет живу в Берлине, но сегодня вот я шла с демонстрации, завернувшись в израильский флаг. Мне тоже было сказано, что это некоторая смелость. Не знаю, мне хотелось быть в израильском флаге. И мне в спину закричали молодые мужчины, не знаю, выходцы с какой-то арабской страны, как мне кажется, тоже не хочется вот этой физиогномикой заниматься. Они закричали «Свободу Палестине», я повернулась и сказала «Свободу Палестине от Хамаса». Ну, я думаю, что, конечно, в арабских районах, выходцы из арабских стран, люди, которые ощущают свою связь скорее с палестинским, как бы, коз, да, с палестинским делом, с палестинским народом. Но мне кажется, среди этих настроений огромная, конечно, доля антисемитизма. И, к сожалению, я себя ловлю на том, что я хочу про это думать сложно, я хочу про это думать не радикально, но я допускала до событий 7 октября, что, возможно, критика израильской политики, которая не тождественна антисемитизму. Но сейчас мы видим, как антисионизм, антиизраильские настроения, конечно, прячутся, то есть за ними прячется антисемитизм. Про палестинские акции, поддержки в Берлине, они сейчас запрет до 25 октября, если я не ошибаюсь. А вы как к этому запрету относитесь? Потому что мы с вами приехали в Берлин, из страны, из России, в которой вообще никакие митинги не разрешены. Антиваксерам здесь разрешают собираться? Да, я считаю, что, конечно, митинги должны быть разрешены. Другое дело, что, конечно, hate speech и лозунги ненависти должны каким-то образом быть ограничены. И проявление насилия или угроза насилия, конечно, полиция должна с этим как-то работать. Я думаю, что еще очень хорошо нужно понимать, что когда на пропалестинских демонстрациях объявляется лозунг «От реки до моря», Палестина будет свободной, или герб Хамас демонстрируется, на котором территория, вся территория, которую сейчас занимает Израиль, и Западный берег, и Газа, это цель. То есть это подразумевает, что Израиль не должно существовать, и 9 миллионов израильцам должны куда-то испариться или быть убиты. Это лозунги ненависти, это не нейтральные лозунги, конечно. Но я против запрета демонстрации. Демонстрации должны быть. Вот вы же из академической среды. Там такой же сильный раскол, как сейчас в Америке или в Германии? Я думаю, менее острый, чем в Америке. И я думаю, что немецкая академическая среда не таким единым фронтом выступает против Израиля и в поддержку палестинского дела. Я говорила с людьми, которые работают в Гумбельском университете, например. Там ситуация такая, что в своих аудиториях, приходя на лекции, они среди студентов видят абсолютную единомыслие, единодушную поддержку Палестины и осуждение очень резко Израиля. Никакой симпатии, никакой солидарности. Даже среди студентов, которые вообще не могут на карте найти. Но это какой-то очень важный идеологический посыл. Они отказывают в праве Израиля защищать? Да. Я просто думала, что они просто сопереживают тем жертвам, которые неизбежны, когда ты атакуешь хамасов. Нет, там нет разговора вообще о жертвах. Там есть израильских. Есть разговоры о том, что вы сами виноваты и почему вы удивлены. А среди профессуры, среди факультета, как мне рассказали коллеги мои, что есть, конечно, очень значительная поддержка и солидарность с Израилем, но есть ощущение, что есть консенсус, против которого идти как-то неприлично, а консенсус не произраильский. Я очень в этом смысле благодарна ЦЦФ, где я работаю Центру современной истории в Потсдам, который сразу очень недвусмысленно выступил с поддержкой солидарности Израиля и важную вещь сказал, что мы, как немецкая академия, понимаем, какие образы антисемитского насилия появляются в сознании евреев и израильтян. И мы, конечно, не можем не выразить ужас от этого насилия и террора. И были слова, сказанные в поддержку палестинского народа тоже, но была найдена форма, которая была не про двусмысленность, а про сочувствие, солидарность и боль. И это очень приятно, это важная вещь. Потому что я думаю, что и я, и мои друзья-израильтяне, которые мне пишут из Израиля, сидя в бомбоубежищах, что их очень ранит отсутствие этой поддержки и однозначности в осуждении террора. Я думаю, что мы очень замечаем голоса, которых мы не слышим. Мы не слышим осуждения в арт-среде, в немецкой, и даже, мне кажется, в Дивельт и в ТАЦ были большие материалы на тему того, как единым фронтом немецкие и международные европейские кураторы выступают на антиизраильских позициях, позволяют себе в соцсетях размещать ролики, издевающиеся над роликами израильтян, которые постят своих угнанных в плен или погибших родственников. Клубная среда, которую Берлин заменит. Казалось бы, вот суперново-патти это люди-писники, настроенные на диалог с Палестиной, которых выстреляли таким ужасным, жестоким образом. Почему это не вызывает солидарность и сочувствие и какую-то идентификацию? Но мы видим, что берлинская клубная сцена абсолютно молчит или выражает очень четко пропалестинское настроение. Ксения, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо, что к нам пришли. Продолжение следует...